Томат идет не пас, он не посынкуется, но идет крупный. Дачный сезон для Галины Красникова ежегодно начинается с продажи рассады. Всю продукцию женщина выращивают в частном секторе. Несмотря на весенние заморозки, продажи в этом сезоне идут хорошо. Делится садовод. У людей замерзлые приходят второй раз. Конечно, нам их немножко жалко. Те, кто поторопились, погода ведь непредсказуемая. Вот так получилось. А так нет, берут очень хорошо. Мы довольны и продажами очень довольны. Повышение цен в этом сезоне незначительное, говорят продавцы. Стоимость некоторой продукции подорожала на 10-15 рублей. Томаты в среднем обойдутся в 50 рублей. Цена на клубнику варьируется от 70 до 100. А заметили ли разницу в цене по сравнению с прошлым годом? Знаете, мы как-то на цену уж не смотрим. На качество смотрим. Стоимость нормальная, средняя, как в прошлом году и позапрошлый год. Так же они стоили. Подорожало. И солидно подорожало. А на сколько, например? Ну, допустим, процентов на 20, некоторые даже на 30. Корневой сельдерей обойдется в 40 рублей за стаканчик. Цветная капуста в 20 рублей за корень. Но купить и посадить недостаточно для хорошего урожая. Рассада требует правильного ухода. Уверены продавцы. Огород же начинается с клубники. Обработка клубники весной в равных количествах йод, нашатырка, нитрамофоский стакан. Это наводится смесь дремучая. И этой смеси два стакана еще на 10 литров воды. И после полива клубники на каждый кустик по одному литру. Это не едят ни листья, ничего. Вот такая подкормка. А вот перцы достаточно поливать раз в неделю обычной водой. Помидоры два раза в неделю. Также садоводу рекомендуют опрыскивать цветы борной кислотой.